Итак, друзья, гороскоп гороскопом, а за гардеробом нужно следить. Это да. Девочки любят всё нагладить, знаете, и стрелочки, и бантички. Но сейчас всё больше какие-то тренды на неглажную одежду. Именно об этом хотим сегодня поговорить со стилистом Еленой Фирсовой. Елена, доброе утро. Ну, в общем, будем говорить о неглажной? Нет, не будем. Всё, расходимся. Всё, передумаем. Давайте всё-таки про неглажную одежду. Что за тренд такой? И как вы вообще, в принципе, как стилист к нему относитесь? Вообще, знаете, я хорошо отношусь ко всем трендам. Я люблю их изучать, я люблю понимать, что же актуально в этом сезоне и в следующих сезонах. Но я не рекомендую все тренды подряд гоняться за ними, внедрять их в свой гардероб. Иначе можно получить просто модный коллапс, за которым вообще не будет видно вашего стиля и вашей индивидуальности. Я рекомендую все тренды пропускать через некий личностный фильтр. Что это значит? Ну, вначале вообще задайте себе честный вопрос. По-настоящему ли вам нравится этот тренд «Неглаженные вещи»? Либо просто сегодня у вас какая-то лень вас посетила. А сегодня как раз день лень. Я думаю, многие так придут на работу. Так и нет-нет, это день лень. Да, и тренд, и день лень. Поэтому если вам этот тренд близок по-настоящему, вашему внутреннему миру ощущению, тогда вы сможете его нести в массы и сможете его транслировать. Елена, вы уж меня простите. Я хочу вас прервать, чтобы вы как специалист, как стилист, профессиональный, вот мне объяснили и нашим телезрителям в первую-то очередь. А вот из этого тренда, потому что, признаться честно, дорогие друзья, я его сейчас, вот когда мы готовились к эфиру, первый раз о нем услышал. Что именно, какие вещи могут быть мятые из гардероба, если уж к этому тренду приходить? Что, ну футболка мятая? Ну да, некоторые футболки даже прикольно смотрятся. Что, ну вот брюки? Ну ладно, джинсы даже гладить-то не можно, на ногах возгладить. А что может быть мятой? Рубашка? Пиджак? Кофта? Что? Вы знаете, вот в этом тренде может быть любая вещь мятой. Вообще любая? Да, любая. Даже офисный пиджак, что ли? Смотрите, здесь нужно понимать, кто будет нести этот тренд. Это будет неуместно, если человек на самом деле работает в офисе, и там есть строгий дресс-код, тогда руководитель может попросить вообще привести себя в порядок, да? А если вы человек творческой профессии, вы свободолюбивый, например, дизайнер одежды, либо художник, тогда этот тренд будет гармоничный, и любая вещь, например, слегка примятая, будет смотреться гармонично и ассоциироваться с вами. Вот, вы сказали, мне кажется, самые главные слова, слегка примятая. Да. Правильно? Я тоже за это зацепилась. То есть это чуть-чуть, типа вот тут чуть-чуть, да? И все. Как бы вот так. Вот, вот. Ты в тренде. А, ну нет, получилось. Получилось-получилось, да. Получилось-получилось. Ну, а не так, что из стиралки доставлю, но сушилось вот какого-то... Вот прям комом причем сушилось вот таким. Ну да, совершенно верно, нужно понимать степень неопрятности, да, и степень слегка примятости, потому что это же все-таки творчество. Да, да. Вот. И, конечно же, такая одежда неуместна будет на каких-то деловых переговорах, где основная задача внешнего вида – это все-таки компетентность и деловитость. Также неуместна будет такая одежда на каких-то торжественных мероприятиях, потому что есть слово «торжественно», да, мы должны это понимать. Уместна будет такая одежда в отпуске. Да, это точно. Потому что в отпуске мы расслаблены, да, мы настроены на отдых, и, как правило, мы выбираем вещи из натуральных тканей. Это лен, хлопок. И тогда вот некая эта натуральная примятость, она будет смотреться гармонично и естественно, и это будет вполне уместно и мне нравится. Ну и давайте честно, если ты вот, я тоже по себе знаю, надеваешь леную рубашку или хлопковую рубашку, ты как бы ее не гладил, ты садишься даже в машину, ты полчаса посидел, встал, у тебя уже складочки, везде немножко подмятость есть, тут она естественная из-за материала, в принципе, такая. Совершенно верно. И это смотрится уместно и гармонично, потому что сейчас есть еще следующий тренд. Это натуральность. Вот. И это очень актуально. Натуральность это в плане носить из стопроцентного материала, да? Да, из натуральных тканей. Ну и также не совсем прям так наряжаться, как будто ты 10 часов провела у зеркала. То есть некая такая легкая небрежность. Но вообще для мужчин-то это тоже свойственно, не то, что вот легкая небрежность у женщин, а ведь есть даже такая примета, как распознать холостяка. Выбирай мужчину, у которого по футболке идет ровная складочка. Он на веревке сушил свою футболку, и никто ему ее не погладил. Ни мама, ни жена. Так что некоторые женщины по мятости определенной выбирают, даже мужчин себе. У меня никогда не раскочится я глядя по футболке. Сам. Но вы знаете, есть очень крутая альтернатива для тех людей, которые не любят гладить. Да, расскажи. Например, я люблю отпаривать. Да, кстати. Вот, и на самом деле это очень крутой выход, да, из положения для тех людей, кто динамичен, кто всегда в центре событий, у кого очень много дел, да, то отпариватель это как палочка-вуручалочка. И существуют разные виды отпаривателей есть для домашнего использования, есть производственные, а есть небольшие отпариватели, которые можно взять в отпуск, да, либо в командировку положить, в чемодан, либо в ручную кладь. И, поверьте, многое, большая головная боль, она решится на самом деле. А вот если подытожить вообще, в принципе, этот тренд мы разобрали, да, как бы основательно по крупицам, в принципе, с мятыми вещами, на это лето, все равно у нас еще полтора месяца впереди, у кого-то отпуска, кто-то просто хочет ходить кайфовать, выглядеть по летнему классу. Давайте сейчас такой небольшой лимбез. Что сейчас модно? Вот это, пожалуй, будет наш заключительный вопрос такой. Мобиль тоже. Ну, сейчас на самом деле очень много трендов. Если брать аксессуары, то это тренд на объемные цепи какие-то, да, массивные, на крупные серьги, это ободки и заколки, да, если вот девушки хотят выглядеть как-то интересно. Тренд на струящиеся и летящие ткани, это юбки-плиссе, также тренд на юбки очень легкие, тренды на кроп-топы, тренды на брючные костюмы. На самом деле трендов очень-очень много, тренды на яркие ткани, поэтому узнавайте, будьте в курсе и берите только то, что вам по-настоящему близко, да, что соответствует вашему образу жизни, что соответствует вашему характеру, но при этом не теряйте свою индивидуальность и не гоняйтесь за трендами. Вот это вот самая настоящая ошибка, когда люди начинают бездумно скупать, гоняться за трендами, в итоге они теряют свою индивидуальность. Мода-мода и тренды-трендами, а стиль должен быть индивидуальным. Вот совершенно верно. Как вспомнилась у нее прекрасная фраза, главное, чтобы костюмчик сидел. Это точно. Ну, тут с Еленой Фирсовой мы не поспорим, все разобрали тренды, все разобрали. За всеми руками-ногами. Да-да-да, все разобрали, ну а теперь движемся дальше? И движемся мы, я так понимаю, на летнюю студию? Нет, мы движемся, чтобы еще раз представить Елену Фирсовой, друзья, стилист. Еще раз эту прекрасную девушку хочу вам представить, полюбуйтесь на нее. Все в ней хорошо, и знание, и, собственно, костюм. А вот теперь мы двигаемся дальше, друзья, и от одежды переходим к таким органайзерам, которые могут помогать нам летом, особенно на пляже. Катяна Рябова задалась вопрос, кто пошла отдыхать, такая думает, а на чем загорать мне? На полотенце? Ну, уже как-то старовато. Прям на песке неудобно. Нужно сшить пляжный коврик. А я сняла по этому поводу сюжет. Собственно, смотрите и, как говорится, записывайте потом себе, сошлите потом.